Какие цели, задачи и этапы реализации этой программы? С готовыми коммуникациями, с готовой инженерной инфраструктурой, с решенными земельными вопросами, которые позволяют при передаче части этих участков в собственность, либо в длительную аренду промышленным предприятиям, промышленным инвесторам, в течение очень коротких сроков времени возводить на них современные предприятия, которые что-либо производят. Это абсолютно ключевая проблема, которая сейчас является фактором, тормозящим промышленное развитие не только Калининградской области, но и большинства российских регионов. Потому что если даже сопредельных с нами Польша и Литве на запуск предприятия от утверждения проектной документации до перерезания ленточки проходит от 9 месяцев до года, то в Калуге, в одном из лучших российских регионов, этот срок составляет примерно год и 3-6 месяцев. Но у нас в Калининграде, если быть очень оптимистично, ну как правило не меньше двух лет. Бывает, что и больше. Поэтому программа, которую предлагает Сбербанк, на самом деле направлена на решение этой задачи. До 2020 года банк планирует стать лидирующим банком в стране по строительству индустриальных парков. Они планируют построить около 100 индустриальных парков по стране. Объем финансирования по программе заложен на уровне 300 миллиардов рублей. Поэтому, поскольку цели издачи корпорации, они в целом совпадают с целями задачи банка по реализации этой программы, мы подписали на этой неделе соглашение о сотрудничестве между корпорацией и банком о совместной работе в этом направлении. При этом я особо подчеркиваю, что данное соглашение о сотрудничестве не является кредитным договором, и корпорация не является заемщиком заберегательного банка. Это целый ряд вопросов, начиная от применения в области типовых проектов индустриальных парков, что существенно ускоряет их создание и удешевляет этот процесс, и заканчивая программами строительства бюджетного жилья для работников тех предприятий, которые в будущем будут размещаться. Ставит ли корпорация цель, такой цель, как повышение качества жизни населения Калининградской области? Собственно говоря, повышение качества жизни населения Калининградской области – это основная задача, которая стоит не только перед корпорацией, но и перед правительством Калининградской области. Если мы оглянемся на ту же самую стратегию социально-экономического развития Калининградской области, то в качестве первой задачи там действительно стоит именно повышение уровня и качества жизни населения. Понимаете, как рассматривать корпорацию, покажет время, потому что корпорация на самом деле это инструмент для реализации государственной инвестиционной и промышленной политики на территории Калининградской области. Инструментом можно пользоваться по-разному. На компьютере можно создавать научные продукты, компьютером можно при желании забивать гвозди. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы корпорация действительно была на передовой вот этого движения за развитие, за развитие региона. Это даже заложено в нашем названии. А через какие программы и через какие проекты это развитие осуществляется? Ну, собственно говоря, здесь решение принимает в первую очередь правительство Калининградской области в соответствии с той же самой стратегией социально-экономического развития, с приоритетами развития региона, которые уже неоднократно были представлены на суд общественности и экспертного сообщества. И, собственно говоря, вот в рамках этих точек мы и движемся. Поэтому вопрос по индустриализации, да, это очень важный вопрос, это очень важное направление, но оно не единственное. Вообще деятельность корпорации, она направлена на решение трех типов задач. То есть первое, как мы с вами уже поговорили, это задача строительства инфраструктурных объектов для упрощения и ведения здесь бизнеса. Это первое. Первое, да. Очень важный блок здесь, он как раз состоит в создании индустриальных парков, но помимо этого есть еще не менее серьезный блок, который связан с инновационным развитием региона. Это тоже особый тип объектов, которые необходимо здесь создавать, которые существуют не только у наших соседей, но и во многих российских регионах, от которых мы, к сожалению, несколько стали в этом процессе. В первую очередь это такие объекты, как бизнес-инкубаторы, технопарки и IT-парки. Вот, я могу сказать, что в этом направлении мы тоже сейчас достаточно активно движемся. Второе направление – это работа с инвесторами, это работа с существующими инвестпроектами и задача поиска новых инвестпроектов. В настоящее время у корпорации около десятка проектов находятся в сопровождении в режиме персонального менеджера. То есть эти проекты, ну, собственно говоря, где мы представляем, чем они дышат, чем они живут, какие у них проблемы, какие задачи и где они находятся сейчас. И вот за этот срок, за последние полгода порядка около ста проектов. Это проекты, с которыми мы работали, с которыми мы переписывались, с которыми мы давали какие-то консультации и к которым, ну, так или иначе мы имели какое-то отношение. И третье направление – это то, что неразрывно связано с первым, со вторым – это инвестиционный маркетинг региона. То есть мы должны рассказывать про область, потому что, к сожалению, про нас не знают не только в России, но и за рубежом. Ну, или наоборот, да, не знают не только за рубежом, но и в России. Мы с этим постоянно сталкиваемся, и бывает так, что после первых 10 минут разговора люди где-то в Сочи или, например, в той же Германии, да, они начинают Калининград воспринимать совершенно по-новому и неожиданно для себя. А это влечет за собой целый ряд новых возможностей, начиная от реализации здесь инвестпроектов и заканчивая привлечением сюда, в регион, ну, наиболее квалифицированной рабочей силы, что тоже очень важно. Мне кажется, наша общая беда в том, что мы отвыкли жить в условиях стратегического долгосрочного планирования. Мы можем сколько угодно негативно отзываться о социалистической системе хозяйствования, но то, что система государственного планирования в Советском Союзе, она была одной из самых передовых на тот момент и остается такой, по сути дела, до сих пор в некоторых аспектах, ну, для меня это достаточно очевидно. Разрыв, о котором вы говорите, он, безусловно, существует. И, наверное, здесь главное объяснение вот такому предпринимательскому поведению – это привычка последние 20-25 лет жить в условиях постоянной нестабильности. Это постоянное изменение правил игры, это изменение политического пространства, это изменение экономических факторов. Кроме того, что долгое время стабильность отсутствовала в самой стране, мы сейчас на это накладывается еще и внешнеэкономическая нестабильность. То есть вы видите, что лихорадит, по сути дела, весь мир. И мы уже достаточно, будучи встроенные в эти процессы, мы тоже так или иначе на себе это ощущаем. Поэтому здесь задача только одна. И цель только одна – увеличивать, постепенно увеличивать горизонты планирования. Потому что, условно говоря, получение сверхприбыли в течение короткого промежутка времени, период для этого быстрого сверхобогащения, ну, по сути дела, он уже миновал. Поэтому, так или иначе, все равно условия и правила игры, они будут меняться, экономические условия, они будут меняться, и, соответственно, срок купаемости проекта будет отдвигаться. Другое дело, что при этом мы имеем дело еще и с целым набором факторов, которые не способствуют расширению горизонта планирования. Ну, к примеру, та же самая банковская система, монетарная политика государства, которая не дает предпринимателям получать длинные кредиты по приемлемым ставкам. Это абсолютно ненормальная ситуация. Когда ведущие мировые экономики, они кредитуют собственный бизнес, по сути дела, по отрицательной процентной ставке с учетом инфляции, у нас реальная процентная ставка для малого и среднего бизнеса доходит до 25-30% годовых. Я знаю очень мало легальных бизнесов, которые могли бы позволить себе брать в кредит настолько дорогие деньги для реализации каких-либо проектов. Отсюда мы имеем все остальное. Мы имеем попытку экономить на налогах, мы имеем попытку вкладываться только в короткие и быстро окупаемые проекты, мы имеем попытку достаточно жестко обращаться с персоналом. Поэтому экономить, в том числе и на людях, и на контрагентах. И на социальной системной политике. Естественно. Поэтому здесь, в этой ситуации, во-первых, я в частности, я очень надеюсь, что возможно со смены руководства Центральной банки изменится монетарная политика государства, потому что деньги должны дешеветь. Сейчас становится одним из основных факторов тормозящего развития не только Калининграда, но и всей России. Про это, в принципе, все говорят, и это для кого уже не новость. Вот Россия может себе это позволить при существующей мировой конъюнктуре по ценам на энергоносители и при существующих золотовалютных запасах. Это первое. А второе, государство должно показывать пример, то есть государство должно, по сути дела, стать инициатором целого ряда очень крупных, стратегических, очень длинных и долгосрочных и инфраструктурных проектов. То есть, условно говоря, когда мы говорим о вложениях бюджетных средств в строительство инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, дорог, портовой инфраструктуры, аэропортовой инфраструктуры, приграничной инфраструктуры, ни у кого не должно быть иллюзий, что это сделает бизнес. Мы, в принципе, ждали это 25 лет. И ничего не произошло? Ну, нет, но, условно говоря, в регионах, где есть системообразующие предприятия, которые на самом деле очень успешны и на внешнем рынке, и на внутреннем, по понятным причинам, там подобные вещи происходят. Но Калининград это ощущает ярче всего, потому что мы понимаем, что у нас, в общем-то, таких системообразующих предприятий, по сути дела, нет, которые бы имели сверхприбыль из своей деятельности и готовы были бы делиться ими с окружающими. Поэтому здесь, на мой взгляд, первостепенная задача государства именно саму показывать примеры и становиться инициатором вот таких вот крупных инфраструктурных проектов. С горизонтом планируем 10, 15, 30 лет. Можно ли вообще рассматривать создание таких структур, как корпорация, как попытка, по сути, извлечь положительный опыт, уроки из экономики прошлого, когда мы планировали долгосрочные участные проекты, как было в Сельском Союзе, о том, чтобы избавиться от недостатков в этой системе, но понять, что все-таки нужно планировать экономику на длительный период. То есть мы как бы извлекаем уроки с прошлого позитивные. Можно так рассмотреть? Ну, наверное, это один из взглядов. Да, на самом деле, просто ситуация с появлением региональных корпораций в последние несколько лет она приобрела такой уже волнообразный характер. Мы немножко, если где-то на полгода опередили общий российский тренд, потому что мы стали впервые об этом говорить чуть больше года назад. В апреле месяце решению о создании корпорации будет год. Фактическая работа началась, ну, я думаю, примерно с начала осени прошлого года, потому что еще было необходимо решить ряд технических вопросов и задач. Вот. А сейчас, собственно говоря, почти в каждом регионе подобные структуры создаются, и, более того, обязательность их создания, она закреплена уже в нормативных документах. То есть в мае прошлого года агентство стратегических инициатив оно выпустило очередной стандарт улучшения предпринимательского климата в России, который назывался «Улучшение инвестиционной привлекательности российских регионов». И там в качестве одного из пунктов там было обозначено обязательное наличие в каждом регионе инвестиционного регионального агентства, созданного со стопроцентным участием регионального правительства в виде отдельной организации. Поэтому, собственно говоря, форма открытого акционерного общества она наиболее приемлемая. И когда мне говорят, почему корпорация – это акционерное общество, а не в ГУП, например, не государственное предприятие, я отвечаю, все очень просто. Потому что, во-первых, корпорация не планирует находиться всю жизнь на дотациях областного бюджета, то есть она должна зарабатывать деньги как коммерческая организация – это раз. Во-вторых, в деятельности корпорации у нее существует целый ряд направлений, которые требуют именно не бюджетного, а коммерческого подхода. То есть, условно говоря, мне необходима возможность покупать и продавать землю, для того, чтобы эту землю инвестировать потом. Мне необходима возможность привлекать банковские и небанковские кредиты. Мне необходима возможность в перспективе иметь возможность привлечь внешний капитал в счет размещения облигаций, к примеру, и так далее, и тому подобное. То есть, открытое акционерное общество – это такая достаточно гибкая форма, которая эти вещи позволяет делать. В том числе, в то же время, стопроцентная принадлежность нас государству, она дает гарантию того, что никакие активы, никакие финансы отсюда никуда не утекут, потому что мы, собственно говоря, поднадзорны очень плотно всевозможным проверяющим службам за нашей деятельностью, сейчас очень пристальное внимание осуществляется, в том числе со стороны общественности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok